Всем привет! Я Павел Король, а это моя Валентина, Валентина Паловна. И с ней у меня серьезные отношения уже два года. Настолько серьезные, что трачу на нее больше, чем на свою жену. Только ей об этом не говорите, иначе мне будет не сладко. В общем, мы находимся в Лионе, вернее, в пригороде Лиона, рядом с аэропортом Сент-Экзюпери. И привезли сюда лобовые стекла. Автомобильные лобовые стекла. Выгрузка завтра, поэтому сегодня достаем камеру, нажимаем запись. В общем, блогерскую работу делаем. Субтитры делал DimaTorzok Развлекаюсь, чтобы завтра быстрее немножко выгрузка прошла, потому что здесь же у меня завтра будет загрузка. Не надо успеть доехать до Бельгии обратно, чтобы потом взять груз на Испанию с полным временем и на выходные приехать домой в Аликанте и там побыть с семьей, кайфануть от погоды теплой. Потому что там по-прежнему тепло. Это здесь вот как-то Германия, Бельгия как-то прохладно было последние дни. 15, 16, 18 градусов тепла. В Аликанте так все время за тридцаточку еще стоит погодка. Так что вот скручиваю ремни. И завтра на это уже время тратить не буду. Ну что, последний ремень. Умываться и спать как раз успел до дождя. Сейчас начался дождь. Субтитры сделал DimaTorzok Утром я и выгрузился, и загрузился в Лионе. Загрузился тарой, пустыми ящиками. И начал свой путь в сторону Бельгии. До выгрузки примерно 600 километров. Ну, чуть больше. Из которых 520 по Франции. И по Франции, как я говорил уже в каких-то предыдущих видео, мы используем националки, национальные дороги. Примерно 80% наших маршрутов, которые проходят через эту страну, проходят по националкам. На Баны мы выезжаем только в тех случаях, когда закрыт транзит для грузовых, либо ремонт, либо габариты грузовика не позволяют проехать там тем или иным маршрутом. Я ни в коем случае никого не агитирую, не призываю там использовать националки. Каждый сам выбирает, какие дороги использовать, как ехать. Также мы сделали свой выбор использовать эти дороги 2 года назад. И с тех пор так и ездим. Что же такое французские националки? Для меня лично поделюсь впечатлениями и какими-то выводами своими. Ну, это узкие, местами очень узкие дороги. Это много населенных пунктов. Больших, маленьких, разных. Это светофоры, это лежачие полицейские. И, конечно же, кольца. Французские кольца, куда без них. На националках их много, особенно в населенных пунктах. И объездные некоторых населенных пунктов, они, можно сказать, состоят из колец. Например, город Буркенбресс, который у меня по этому маршруту находится. Ну, больше 10 колец точно там надо проехать. Грубо там каждый километр, два, полтора, 500 метров какое-то кольцо находится. Те, кто катаются по националкам французским, можете смело себя называть властелинами колец. Кстати, местами это достаточно широкие дороги. Местами дороги, которые внешне выглядят как автобан. Хотя таковым не являются. На этих дорогах действуют те же ограничения скорости, как и на обычной националке. По националкам во Франции, в отличие от Германии, грузовики могут ехать 80 километров в час, если нет других знаков. В Германии, кстати, под так называемым бундом скорость движения грузовикам ограничена 60 километрами в час. И это просто жопа какая-то. Еще на националках французских очень много радаров. Надо быть внимательным. Потому что допустимое превышение скорости во Франции на порядок ниже, чем в Латвии. В Латвии, по-моему, 9 километров допускается. А здесь, если радар зафиксирует скорость на 5 километров в час, ты получишь лавли-лейтер и увидишь вспышку, которая ночью тебя ослепит. И потом на почтовый ящик в Латвию придет лавли-лейтер. Особенно в начале нашей работы здесь, по этим маршрутам, ну ни одно письмо мне пришло. Ни одно письмо счастья я получил. За 5 километров в час превышение 45 евро по Франции было. Конечно же, тем, кто живет в Латвии, там, где автобанов вообще нету, националки французские не покажутся чем-то таким очень уж страшным. Или чем-то таким нереальным. Обычная дорога такая, как у нас между Ригой и Даугапулсом. Но местами где-то поуже, да, там, когда через какой-нибудь старый городок надо проехать. Но это вообще мелочи. И так как в большинстве случаев эта дорога двухполосная, то есть по одной полосе в каждую сторону, все время догоняешь кого-то и упираешься. Потому что обогнать на националках уже не так просто, как, например, на бане. Стандартный набор тихоходов во Франции это легковушки. Бывает иногда попадаются легковушки, водители на которых, видимо, боятся ехать или что у них там в голове происходит, я не знаю. И ограничение скорости там в 90 для них, ими воспринимается как 75, идут 75. И там, где ты его можешь обогнать, как бы ты начинаешь поддавать газу, чтобы его взять на обгон, но он точно так же перед тобой начинает давать газу, и ты его не можешь обогнать. А там, где обгон невозможен по ряду причин, он наоборот скидывает скорость и тормозит тебя и те, кто там еще сзади в хвосте собирался. Также, помимо легковушек французских, это могут быть, кстати, фуры, грузовики. И, кстати, зачастую эти грузовики на литовских номерах. И часто приходится плестить сзади, там, до ближайшей возможности обгона за таким каким-нибудь грузовиком литовских наших братьев. Ну что, в Бастонии вот сейчас раскидал ремни по прицепу, подготовился заранее к своей загрузке. Правда, вот загрузку перенесли, перенесли с сегодняшнего дня на завтрашний день в начале на 6 утра, и с 6 утра на 4 часа вечера. Короче, а я парился, так напрягался, ехал вообще как ни себя по этой националке французской, чтобы здесь быть вовремя, сделать отстой необходимый мне. Причем отстой я хотел сделать 7 на 11 часов, чтобы 9-ти часовой отдых оставить на дорогу домой. Короче, такая вот ситуация. Ну, это в жизни, это такой вот бизнес логистический, который непредсказуемый. Ну что, ну как есть, так есть. Завтра пятница, загрузка в 4 часа, и в субботу уже с 7 утра будут запреты, до 7 вечера, по-моему. То есть мне еще надо будет умудриться, чтобы вот в эти промежутки между запретами выскочить из Франции, заехать в Испанию и доехать до Аликанте. А получится ли у меня до туда добраться? И добрался ли я до туда, вы узнаете из моего инстаграма. Хотел сказать, что в следующем видео, но в следующем видео будет на какую-нибудь другую тему. Субботу. Субботу. Субботу.